Казалось бы, наконец-то закончилась зима. Теперь станет легче и бремя коммуналки немножко спадет. Но не тут-то было. Очередной сюрприз подготовили нацкомиссии. С 1 марта состоялся пятый и последний этап повышения цен на электроэнергию для населения. Нововведения будут ощутимыми. Так, вместо трех блоков потребления теперь будет только два. До 100 кВт-час в месяц и более. Тариф, соответственно, составляет 90 копеек вместо 71,5 и гривна 68 вместо 1,30. Таким образом, электроэнергия для самой большой части потребителей подорожает на 26%. Одесситы, мягко говоря, не очень рады таким новшествам. Я, как пенсионерка, очень отрицательно к этому отношусь. Почему? Потому что наше государство не имеет своих глаз. Во-первых, если бы они посмотрели своим глазом. Они смотрят непонятно каким глазом. У них, наверное, сзади глаза есть, не впереди. Увидеть, посмотреть, как идет пенсионер, которого поддерживает кто-то. А он должен еще со своего кармана платить. А чем ему питаться? Посмотреть на пенсионера, что он сейчас делает. Он получил пенсию, отдал за коммунальные услуги. А потом, попробуйте, пройдитесь вечером, вот так поедем. Они все ходят по льфаторам. Это же безобразие. Для пенсионеров и вообще для молодежи как тяжело. Молодым семьям сейчас как выживать. Зарплаты маленькие, у них дети. Мы хоть старые уже, как говорится, как-нибудь дожуем на том, что есть. А молодежи как? Молодежи очень трудно. Люди возмущены до предела. Повышение цен Кабмин объясняет тем, что Украина отказывается от советской системы предоставления услуг. Когда за все платило государство. И переходит к рыночной системе. Сколько потребил, столько и оплати. Так что переходим в режим жесткой экономии. Если, конечно, еще есть такая возможность. Ведь большинство и так перешли на этот режим еще на первых этапах. Как сейчас быть, многие просто не знают. Экономить уже некуда. Сколько экономли, все равно не хватает. Какой там экономить? Уже вообще невозможно даже экономить. Дочка, если бы не помогала, так я не знаю вообще, как на пенсию жить. Сложно экономить с маленьким ребенком. И так уже экономим, куда уж дальше. Уже, по-моему, больше экономить просто некуда. Повышение тарифов всегда сильно било по самым незащищенным категориям граждан. Но на этот раз плохое настроение при получении платежки гарантировано всем украинцам. Хотя, может, кто-то и порадуется. Ведь, как-никак, дополнительная прибыль и практически на ровном месте. Наши монополисты нашли способ, как получать деньги круглый год, вне зависимости, есть отопление или нет.